здравствуйте друзья я вас поздравляю с рождеством христовым великий праздник праздник всех нас православных вот и думал еще утром буду ли я сегодня работать грех ли это создавать фильмы с удовольствием такой великий день или нужно просто праздновать радоваться вот так сказать и отдыхать вот тогда заслужен но не получается и вот сегодня рано утром я получил весточку из почты так и решил что это мне подарок подарок не случайный вот позади вам этой нервы потери нервов поэтому я решил что работать сегодня грехи создаю очередной фильм и так поехали значит эту историю посвящены многие из вас несколько сотен людей у нас ушки круг но мы владеем немыслимым богатством невиданным во всей россии наверное этот фильм будет состоять даже не из одной части а из двух трех почему сильно долго встаем я сам заметил что длинный фильм уже смотреть не могу вот и вначале про счастливый конец конец еще не наступил но тем не менее случилось следующие по порядку 18 декабря часть этих косточек было отправлено мне по почте ускорили маэс до курьерская служба до не за 4 5 должно было дойти надо не дошла и до сих пор поторопился обрадовать всех получил заказу 2 штук 20 25 уже оплачены вот косточки покупали от 3 до сейчас скажу кто-то прислал мне от 3 до 100 косточек они очень дорогие даже такой заказ был стоит косточка 100 рублей значит ее происхождение я сейчас проясню по той причине и несколько раз буду прояснять в разных эпохах пока с тема это развивалась и стала главным чудом российского садоводства сейчас главное чудо российского садоводства за все годы за все века вот и не преувеличиваю создали его мы с вами и так начало утра была хорошая вот сейчас а потом вы поймете я покажу такие чудеса немыслимо еще не все вам показал вот так ладно мы сейчас об этом не будем мы это пока пропускаем а вот 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 ради чего и так это самая посылка с этими косточками еще раз говорю ценность ее миллионы долларов я не преувеличил бывает чудеса один из чудес одно из чудес прошло появилась благодаря мне и даже какой-то со мной отверстие даже какой-то потерями чуть ли не в общем я рисковал жизнью я про это расскажу но интересно что когда напрочь исчезла получается что мезинов там же не мог сказать написать что объявленная ценность миллион рублей или миллион долларов нет не мог и так 75 рублей вот посылка два килограмма там еще были черенки они тоже не видны ценности черенки взяты с абрикосов с плодами 150 грамм не видно это тоже добавило мне горький новый год когда я новый год поздравлял всех о себе жила только одного загадал папа пришла бы посылка посылка сдвинулась вместо до девятнадцатого числа это я говорю тем перед отчитывать что уже заплатил вот и получилось что она вот так она и была у них не так на ворот надо показать вот это вот красовалась две недели я чокался вот я сходил с ума и только сегодня 7 праздничный день добавилось вот это выше все-таки с брянска она доползла до москвы и раз свежая дата 6 января вот есть надежда что она двинется дальше уже ко мне в себе вот теперь я должен рассказать что это за чудо во первых давайте может быть несколько чудес вот это я был близко а потом надо проверить идет запись до запись идет так 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 итак обратите внимание это особая папка фото плодового железа через садах здесь несколько десятков человек только про персики отчитались везде практически кроме одного-два-два-случия в некромной форме по всей россии а потом в такое письмо с критикой железа которого но не называли там прямо это сейчас до сих пор успокоиться не могут и несколько этих эпитетов не придет самый из них мягкие за шарлатан вот а вы сейчас увидите настоящее с удовольствием и так брянск брянск вот фотография от медленного сейчас поймете почему я нервничал так еще фотография от медленного обратите внимание на плоды на их размер вот она медленно под музыку это делать сейчас поймете я целую чеки пришлось задним числом вы думаете целую теорию ребята как-то быстрее надо 67 грамм ладно вот у меня самые крупные были 50 грамм вот они красавцы уже медленного вот удача от меня пришли в виде так а минутку это то что вы видели а теперь едим ваши першики по темножку это уже так получилось что это уже сахарин город корсаков видели и по моему вот эту фотографию за тоже сахарин город корсаков это не медленно медленно вот тут остановился идем дальше это еще не все и так вот эти фотографии корсаков вот добрый день еще много на кустах аромат обалденный вкус и хотя и не очень сладкий да есть такое дело взять оценил хотя отказывался в начале вот напомню в теплице непривитая сеянцы хасанского до сахарин в корсакове так 67 грамм непривитые и вот теперь вебинар вот эта фотография вот отсюда мне надо начать медленно облег прислал это брянская область брянский район полюбовались 1 вот полюбовались 2 полюбовались 3 полюбовались 4 вот это уже минусинский то был хасанский это минусинский посмотрите на урожай укрывали его нет посмотрите на то что почва задернена посмотрите на то что ветки растут с самого низу то есть никаких идиотских штампов всегда когда он будет говорить где ваш штамп вы говорите обиденский штамп у нас никогда не будет у Железовцев кстати так и называют для себя люди у Железовцев вот еще пожалуйста фотография ну как вам ой я говорил мне зеленый ты че Олег хочешь меня Дельфарта довести вот сюда смотрим это то что на косточке идет сюда смотрим здравствуйте Валерий Константинович созревает плоды на корне а во 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 уже это самое на корне собственных саженцах корне собственных персиках хасанского и мусинского получил от Сергея водолеть в урожай я немножко ошибся не на урожай я сказал что они выросли из косточек но я забыл сказать что косточек вырастил Сергей а в Мезиново Брянск пришли уже в виде одолетьих саженцев а я косточка косточка но я не обманул корне собственных в косточке внимание чтоб никто меня за это место не ухватил и не начал сжимать так посадка была нехитрой саженец поставил на многолетний дерн не забыл про стороны света значит что на саженце была меткая север юг и начал вокруг него насыпать пологий холм до тех пор поставил заметьте пологий холм пока вершина холма не достигнет не достигнет заветной отметки земля в воздух далее просто наблюдал как они растут на третий год по низку плодов на четвертый год а на четвертый год вот в полна отблагодарили меня за не вмешательство в жизни вот она ребята вот это пишет человек который говорит я ваш ученик вот она дальше хотя одно действие я делал скашивал траву при сольном круге на расстоянии 40 сантиметров именно скашивал а не вырывал тем более не перекапал на четвертый год завязались плоды по мере увеличения ветка начала клонить в сторону периметра кроны тем самым середина дерева полностью была открыта до солнца без всякой обрезки надо было добавить арик надо написать без всякой идиотской обрезки пригибаний и прочих проявлений садового невероста на сегодняшний день с каждого дерева собрано по полтора-два ведра на деревьях плоду мельче не становится представляете каждый день по одному-два ведра а их столько же плоды 60-110 грамм хасадский вот и минусинский 58 грамм под остатку плоду прилагаю вот так вот ну а дальше еще это есть человек у которого глапин персик хасадский вкус кисло-садки ароматные диковина спасибо железов поняли ребят вот это знаете только маленький кусочек там выше это я вниз листаю там выше эти чудеса по несколько десятков человек отчиталось по персикам за байкалии вот а ну-ка-ну-ка где тут слово персик вот персики так персики хасадский и бусинский высаженные саженцами получены подчеркиваю высажен грудный посадок в двадцать первом году то даже один дал первые 10 плода в этом году все было поздно вот 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 пожалуйста ну это дальше я не могу я могу несколько часов показывать вы поверите вот несколько часов могу показывать возвращаясь к этой самой итак посылка вроде бы нашлась я должен это самое этот фильм первый кусочек написать это будет уже там по-моему третья серия но уже название будет другое наверное вот Железов Железов Терепутся посылка нашлась нет она посылка движется в Сибирь вот так наверное ну что-нибудь придумаем итак я скоро рассчитаюсь с теми кто уже деньги прислал и тех кто ждет когда посылка найдется тоже а почему я сейчас вы поймете почему я поднял эту тему вы даже эти фотографии видели вы на вебинаре видели но и речь сейчас о другом я вам сейчас предъявлю предыстория будет такая нет уже следующая история вот жесткая критика в которой получается что я просто ну там нет слова мошенник вот там нет слова обманщик но смысл такая сарказм сарказм дикий двухметровый снег я хочу чтобы в следующей серии вы увидели тему персика оставлять нельзя почему персики попадая в разные регионы показывают свои разные качества самое главное из них понятно культурность культурность это вес плодов культурность это содержание сахара в разных регионах разная то есть один из моих постулатов я его оглашу на вебинаре я уже оглашал уже все давно забыто звучит так одно и то же семя в скобках семечка косточка в разных регионах одно и то же подойдя подойдя до плодоношения покажет разные качества вот и никакой зелебитонной конструкции генома нет в каждом семени заложена возможность существовать в разных условиях где-то мелкие и невкусные где-то крупные вкусные в зависимости от региона и чем нежнее тем культурнее вот примерно такой постулат будет еще раз соглашу вот и благодарю за внимание сейчас попрошу брата быстро это выставить потому что сегодня праздник грешу братцы но я надеюсь что мне это простится с праздником с рождеством друзья мои